Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, это обзор того, что мне понравилось. Того, что я могла бы посоветовать вам, если уж не приобрести, то примерить, и также вещей, которые мне понравились. Но я отнесла их в примерочную, и они меня неприятно удивили. Сейчас я нахожусь в магазине Манго. На этот костюм я обратила внимание примерно неделю назад, но у меня не всегда есть возможность просто даже потрогать, не говоря о том, чтобы примерить и заснять вещи, которые мне понравились. Этот костюм я увидела на манекене, до этого я видела его также в витрине. Мне очень нравится адаптированная идея пижамного комплекта. Почему адаптированно? Потому что мы не имеем традиционную блузку, мы имеем здесь пиджак, он на подкладке. Имеем также брюки, не широкие, а зауженные книзу. Плюс очень красивый рисунок меня подкупил на белом фоне, достаточно затемненном, я бы сказала, что даже молочный фон. Очень красивые синие цветы. Возможно, многим напомнит к джель, но к джеле лично я ничего плохого не вижу. Этот костюм очень хорошо повел себя в примерке. Я примеряю размер L и сразу вижу, что пиджак сел хорошо. Я раскрою вам небольшой секрет в своих примерах лично для себя, хотя очень часто вещи я даже не примеряю, а прикладываю. Если вы примеряете вещь вот в таком образе, в каком вы сейчас находитесь, то есть вы, возможно, не подбираете низ к данному пиджаку, либо наоборот к данной юбке, у вас не совсем подходящий свитер. Вот если вы надеваете вещь, и она объективно смотрится хорошо, то это, скорее всего, ваша вещь. Она как минимум хорошо села, она как минимум украшает вашу фигуру. Если при этом цвет прилегает к лицу, что называется вещь из портретной зоны, то значит случился эффект фотошопа. Это значит, что когда вы дополните нужными вещами ваш ансамбль, эта вещь будет смотреться еще лучше. Я примеряю очень похожий по своей сути пиджак двухбортный, но без подкладки, хотя имеются подплечники. И этому пиджаку не хватает твердости, жесткости, как было в случае с первым вариантом. Казалось бы, две очень похожие вещи. По сути, это также адаптированный тренд пижамного комплекта, потому что к этому верху есть также соответствующий низ, это шорт и также комбинезон. Возможно, есть брюки, но они не были представлены. Но эта вещь на мне просто повисла. Вот это тот случай, когда уж чем ты не дополняй данный верх, это будет смотреться так, как это смотрится в примерке. Поэтому первый вариант я искренне рекомендую. Смотрится очень красиво. Очень необычный вообще вариант брючного костюма. А вот этот, что называется, висит и провисает. Следующая вещь, на нее я также обратила внимание, когда делала обзор витрин. Это жилетка. И я сказала, что жилетки, помимо того, что в моде белый жилет днем с огнем не сыщешь, действительно очень интересная вещь. Носится в этом сезоне в качестве топа. Я примеряю размер М, при том, что я не считаю себя прямо-таки точно соответствующей линейке М в манго. Этот жилет мне узковат в груди. Он не очень хорошо сел. Не было смысла примерять на размер больше. В груди бы он сел лучше, зато в пройме наверняка бы топорщился. А поскольку этот жилет, я думаю, все-таки предназначается для того, чтобы носить его самостоятельно, повторюсь, примерять на размер больше нет смысла. Мне понравились вещи в пайетках. Не столько сами пайетки, сколько очень необычное и красивое сочетание цветов. Ищите себе мини-юбку в пайетках, загляните в манго. Ищите себе платье на тонких бретельках. Также вариация на тему длины мини. Тоже можете присмотреться к такому варианту. Такие платья очень красиво смотрятся. С наброшенными поверх джинсовыми куртками, джинсовыми рубашками с плотной ткани. И также с пиджаками в мужском стиле, ну, либо с пиджаками с мужского плеча. Будет очень красивый комплект. В ближайшее время хочу показать вам что-то похожее, собрав это из вещей, которые уже имеются в моем гардеробе. Кстати, о джинсовых куртках в женском отделе, чтобы вас не смущал мужской отдел, появились вот такие куртки. Сидят они, я вам честно скажу, идентично, как сидела на мне мужская куртка. Единственное, что может быть застежка на другую сторону, но я до сих пор не могу выучить, на какую сторону должна быть застежка. На мне размер М, и это прямо-таки тот же самый мужской размер, который я приобретала. Повторюсь, куртка из женского раздела, из женского отдела, точнее. Мне очень в прошлый раз, видите, я в другой одежде снимаю, понравилась эта куртка. В том числе и потому, что она очень актуальна в этом сезоне, светлого, как будто бы выбеленного цвета. Такой деним, точнее, такой цвет денима смотрится, на мой взгляд, наиболее актуально и свежо, учитывая также, что мы находимся в летнем, почти в летнем сезоне. Также хочется отметить, что куртка выполнена из очень плотного денима. Это всегда мне нравилось в манго. Меня однажды спросили во время прямого эфира, где недорогие джинсы нравятся мне больше всего. На первое место я поставила манго. Также мне понравилась эта сумка. Она является городской сумкой, по всей видимости, будет долго держать свою форму, потому что она выглядит плотно, и в руках ощущение, что действительно она добротная. У нее есть съемный ремешок. Эта сумка мне очень напоминает сумку CELINE. Эта сумка мне очень понравилась. 59 евро текстильный вариант летней сумки, очень вместительная. Посмотрите, возьмем на заметку, как можно красиво завязать ленту, либо бант, либо небольшого размера шейный платок на сумку. Это всегда очень красиво, очень мило, женственно и элегантно, если хотите. Красивая сумка стоит 59 евро. Есть у меня ощущение, что для манго дороговато, но сумка в руках также ощущается солидно. Хорошо, материал плотный, сумка будет держать форму, будет смотреться красиво. Я очень люблю такие недорогие летние аксессуары. Как правило, даже у дорогих марок летние сумки стоят гораздо дешевле, потому что они выполнены из более дешевого материала, то есть не кожи, как правило, это текстиль, либо соломка. И, соответственно, подобные сумки даже брючный костюм черного цвета превращают в костюм, звучащий, как я люблю говорить, несколько более по-весеннему, возможно, даже по-летнему. А вот пример сумки, которая за те же самые деньги будет смотреться не очень хорошо. Она прямо-таки уже в руках потеряла форму. Она, по всей видимости, выполнена из такого материала, который называется банановые листья. Стоит она, кстати, 45 евро, что, безусловно, недешево. На рынке подобные варианты. Из подобного материала можно найти гораздо дешевле. Это тот случай, когда сумка сумки рознь практически за одну и ту же цену, если говорить об ассортименте конкретно этого магазина Mango. Мне приглянулись эти босоножки. Не знаю, насколько они будут удобными. Часто мне пишут, что босоножки с такой тонкой перепонкой действительно сложны в носке. Подтверждаю, оба варианта. У меня были туфли Лабутен. Невозможно было на них ходить. Полоска приходилась прямо-таки на самую неудобную часть стопы. А есть другие туфли, и они тоже черного цвета, и тоже только одна перепоночка-перемычка, которая держит стопу, если говорить о мысе изделия. И могу сказать, что достаточно удобны в носке, насколько может быть удобна обувь на каблуке. Вы знаете, я очень люблю атласную обувь, сатиновую обувь. И в Zara я нашла очень красивые босоножки. Как я люблю говорить, шагового расстояния смотреться будут очень достойно. Небольшая претензия у меня к кончику застежки. Она выглядит не очень аккуратно, но с другой стороны, когда мы стоим, либо когда мы сидим, никто никогда не увидит, насколько этот кончик аккуратно, либо неаккуратно выглядит. Он прямо-таки обрезан. Посмотрите, здесь даже изделие немножко расклеилось. Эти туфли, возможно, не стоит заказывать онлайн, потому что может прийти вот такой уже расклеившийся вариант. Но если вы можете выбирать, почему бы и нет. В особенности, если учитывать, что скоро будут скидки. Этот льняной кардиган мне очень понравился. Это, наверное, даже не кардиган, это льняной бомбер. Я понесла его в примерочную и заодно хотела показать вам тренд, который я предвосхищаю, предвещаю. Это деним, а именно джинсы. Кстати, есть очень красивые шорты. Шорты мне чуть больше понравились, чем джинсы, украшенные стразами. Мне кажется, нас ждет бум денима, украшенного стразами и также вышивкой. Если будет возможность, присмотритесь к подобному дениму на скидках. Лично мне очень эти джинсовые шорты понравились. Прямо-таки на море я себя вижу. Возможно, щегольну последний сезон в коротких микро-джинсовых шортах, украшенных стразами. В Zara очень много вещей из тюля, они актуальны. При этом вещи из тюля с драпировками, платья, юбки актуальны вдвойне. Недоумение вызвал рисунок. В районе твоей собственной груди есть вероятность, будет красоваться другая грудь, при этом обнаженная. Не уверена, что это будет смотреться очень хорошо и красиво. Очень много вещей в Zara, которые выглядят действительно актуально. Но в целом создается впечатление, что эти вещи как будто бы с китайского рынка. Как будто бы на самом деле им не достает то ли аккуратности, то ли качества. Zara в этот заход меня несколько разочаровала в том, что касается одежды. Подобный бомбер я видела на девушке, он мне очень понравился. И я его встретила также в Zara. На примерку не понесла, но могу сказать, что в носке непосредственно на конкретном человеке этот бомбер выглядит очень хорошо. У него несколько состаренный финиш. И за счет этого кожа, которой кожей не является, выглядит очень и очень натурально. Ну что ж, вот в примерочной бомбер, который меня абсолютно разочаровал. При этом это limited edition, стоит почти 100 евро этот бомбер. Бомбер на сайте выглядит все очень красиво, очень приглашающе к покупке. Но в примерке он выглядит вот таким образом. При этом на мне не мой большой любимый размер. Я люблю примерять L, либо M как минимум. У меня размер S и этот бомбер на мне висит. Этому изделию как будто бы тоже не хватает жесткости и четкости. Возможно, если бы он был на подкладке, он бы смотрелся несколько более солидно. Ну а так, этот лен как будто бы повис и непонятно, то ли нам не бомбер, то ли нам не рубашка. Несколько спасает ситуацию рукава, которую можно приподнять. Но рукава совершенно не держится. Рукава широкие и рукава, кстати, длинные. Обратите внимание, что этот тренд на длинные рукава действительно присутствует практически повсеместно. Этот бомбер в итоге, тем более, почти за 100 евро я забраковала. Несмотря на то, что это 100% лен, к покупке я его не рекомендую. Следующую вещь я с надеждой понесла в примерочную, потому что я ищу себе подобную рубашку из очень плотного денима. Прямо-таки, чтобы деним был практически такой, который используется для джинсовых курток. И цвет к тому же очень красивый, необычный. По-моему, 100% совпадает с моими джинсами-бананами. И хотела я сделать вот такой красивый комплект, как я люблю деним плюс деним. Одно из моих самых любимых сочетаний. Но в примерке тоже эта вещь мне не очень понравилась. Она как будто бы большевата. Как будто бы она на самом деле является вещью из мужского отдела. При этом это женский ассортимент. Мне не очень также понравились вырезы. Такое ощущение, что как раз-таки там, где эти вырезы сделаны, очень плотная ткань. И она тоже как будто бы немного топорщится. В общем, эта рубашка на мне скорее как-то неоднозначно повисла, чем хорошо села. И настолько мне не понравились вещи в примерочной, что я даже решила заснять себя в том, во что я сегодня одета. Как мне кажется, это смотрится хорошо, красиво, как минимум нормально. Потому что бывает такое, что действительно свет плохой, что и твои вещи будут смотреться тоже плохо. При этом, если ты блогер и снимаешь себя на камеру, нужно понимать, что и посмотреть на себя нужно тоже через камеру. Потому что свет может играть по-разному. Посмотрите, кстати, какая ткань у этой рубашки вблизи, в приближении. Именно поэтому я отнесла ее в примерочную. Но в примерке, повторюсь, как будто бы не хватает плотности. На самом деле рубашка на вешалке смотрелась очень красиво. Снимаю себя. Нет, как вы видите, все хорошо. Никаких вопросов к каким-то странным заломам, к тому, как сидят вещи мои собственные, выбранные для себя с утра. Уже покидаю Зару и вижу вот такое платье. Это платье мне напомнило базовое платье Макс Мара. Поскольку сегодня все на меня плохо село, я не буду утверждать, что это платье будет красиво смотреться в примерке. Но, опять же, ткань кажется плотной. Платье интересно скроено. И подобное платье, на самом деле, даже если не носить его самостоятельно, но вдруг оно не будет красиво смотреться. Хотя, скорее всего, должно. В следующий раз я его примерю. Это платье может служить идеальной базой. Кстати, это платье имеет V-образный вырез. Его можно носить также с черной водолазкой. Можно составить очень красивый многослойный комплект осенью. Допустим, черная водолазка, джинсовое платье, пальто цвета Camel и черная обувь. Например, сапоги, либо ботинки, которые будут по своей высоте заходить под это достаточно длинное платье. Это платье действительно, как я люблю говорить, может послужить базой под любую верхнюю одежду. Я люблю такие платья. Я очень часто покупаю их для того, чтобы никогда не надевать самостоятельно. Просто для того, чтобы носить их под верхнюю одежду. Зашла в Кико. Я знаю, что очень многим нравится на мне красная помада. Я сама люблю на себе красную помаду. Но в этот раз я решила выбрать оранжевую. Мы недавно с мужем разговаривали. И он сказал, почему у тебя нет оранжевой помады? Мне кажется, она тебе подойдет. Я зашла в Кико и за 3,99, то есть почти за 4 евро, выбрала себе оранжевого цвета помаду. И вы знаете, рекомендую. 413 цвет хорошо ложится. Что для меня немаловажно. Легко смывается. Это значит, что когда я прихожу пить кофе, у меня есть возможность стереть губную помаду практически до конца самой обычной бумажной салфеткой. Цвет очень красивый. Помада ложится хорошо, плотно. Абсолютно точно рекомендую. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Это все, что я посмотрела. Все, что мне захотелось приобрести. И из всего показанного я купила красную помаду. Ее действительно вам искренне рекомендую. С вами прощаюсь. Очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.